добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут яков файна сегодня 3 апреля 2024 года нахожусь я в штате флорида тепленько у нас а у вас как где вы находитесь прямой эфир стрим стримец молодец пишите комментарии сразу же под этим стримом представьтесь пожалуйста как вас зовут и из какого города вы инжуете этот стрим правило на канале простое 100 лайков получает видео я записываю следующее не получает не записывал не записывать фактически вы руководите расписанием моих выходов в эфир канал дружественный канал дилетантский канал ламповый здесь вы можете отдохнуть от экспертов сюда им вход запрещен недавно буквально дня два-три назад кто-то оставил мне комментарий какому-то старому выпуску где он написал там был выпуск про украину где он написал вы что считаете что вы знаете про нас лучше чем мы сами и вот этот комментарий был довольно интересен для меня тем что этот комментарий мне кажется демонстрирует заболевание которое я бы назвал синдром экспертов когда-то мы считали что если что-то в газете в советском союзе мы жили есть там об этом даже написали в газете говорили фразу и считал что если уже даже написали в газете то конечно это правда сейчас мне кажется эксцент сместился и теперь если у кого-то есть микрофон и канал на ютюбе что делается за пять минут канал на ютюбе микрофон покупается еще быстрее вы можете рассказывать все же вы хотите но это же не делает вас экспертом это не значит что то что вы говорите это правда проверенные факты и так далее это мнение а вот тот комментарий который оставил человек что вы считаете что вы думаете что вы знаете лучше что у нас чем мы сами конечно нет я так не что я не эксперт не исходите из того что то что вы смотрите в ютюбе это эксперты они себя называют эксперты ведущих будут приглашать игре вот сидор петрович эксперт в такой-то область он не эксперт слушайте его мнение если вам интересен сидор петрович но формируйте свое проверяйте и так далее и я тоже самое не эксперт и вы не эксперт если вы себя начнете называть экспертами в чем-то я вам не поверю но пока давайте поздороваемся антон год не так сергей доброе утро она пишет всем привет сегодня на больничном поэтому буду enjoy я кого в прямом эфире кстати в америке больничные оформляются нет в америке больничные не оформляются есть такое понятие как sick days sick days когда вы устраиваетесь на работу вам говорят у тебя есть только-то оплаченных праздничных дней в году и там скажем еще и 5 sick days все когда больной вы можете просто позвоните и сказать что я себя плохо чувствую и не приду сегодня на работу и компания поставить птичку что вы уже взяли один из из пяти возможных sick days если вы взяли уже 5 sick days и опять заболели значит возьмете праздничный день используйте для того чтобы болеть если получится если нет будете просить антой и не оплаченный отпуск если не дай бог серьезное заболевание то тогда уже надо идти на disability short term disability или long term disability на ну это не инвалидность но типа я даже не знаю как человек который не может работать долго и тут уже должны страховки покрывать вашу ваши не ваши неприходы на работе надеюсь у вас не так все страшно аня евгений пишет msnbc думает что христиане дурочки и не знают что даты истер плавают не понимают что причина в том что бидон подписал именно в этот день этого года могу подождать так это не не знаю это я не знаю это что-то возбудился евгений не знаю почему видите смотрите msnbc вас возбудила это плохо евгений может быть поменяйте станцию и смотрите какой-нибудь другой канал вы нервничаете евгений нам это ни к чему в нашем возрасте мы должны быть спокойными msnbc нервирует перешли на fox news так идем дальше идем дальше о чем сегодня будем говорить сегодня я начну с украинских всяческих дел каких-то новостей накопилось куча потом поговорим про израильские дела а еще я хочу поговорить о о google и сделать такой полу технический рассказ о том об это что о том что объявил google 20 лет назад почему это было интересно необычно и так далее в чем это было объявлено 1 апреля 20 лет назад уже сегодня 3 я все откладываю откладываю получается не очень хорошо не очень грамотно но тем не менее вы пишите комментарии на вот тем который вас интересует я буду переключаться между комментариями тем что я хочу сказать и так в татарстане вроде бы украинскими дронами было что-то взорвано то есть украинские дроны если они были запущены из украины то они пролетели 1300 километров и в татарстане там есть такая экономическая зона алабуга и там этот дрон упал загорелся некит некоторый дэмэдж некоторый урон нанес и 7 студентов пострадали давайте почитаем сначала вот это объявление в результате атаки это пишет медуза повреждено здание хостела в алабуге 13 человек пострадали первоначально сообщалось о двух пострадавших в алабуге позже местные власти установили что пострадали 13 13 студентов алабуга политех вау том числе двое 17-летних подростков момент атаки они находились в общежитии 8 пострадавших доставлены больницы прочитав это сообщение первая мысль какие гады паршивы украинцы но как говорится hold your horses придержите лошадей hold your horses во-первых давайте рассуждаем о том если это действительно украинцы и 1300 километров пролетел дрон над россией прежде чем упасть то время как сегодня у каждого телефон с фотоаппаратом не железо 1300 километров полета никто его не увидит ну конечно он мог лететь ночью я понимаю но я слыхал что бывают такие пво которые могут определить летающий объект и у себя на осциллографе увидеть точку и даже могут поразить этот дрон не был поражен что говорит о полном отсутствии покрытия страны россия средствами пво российскими же если это сделала украина то мои поздравления украины и тут вы можете сказать как тебе не стыдно вот 17 13 детей пострадала хостели и казалось бы мне должно быть сразу начаться быть стыдно но мне не стыдно потому что у меня есть еще одна статья алла буга мы говорим об этом колледжи алла буги производ другая статья эта статья за прошлое лето это было летом 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 когда это было я не знаю где-то в июле прошлого года я смотрел и так оказывается что вот эта экономическая зона перспективная и там был такой перспективе есть перспективный колледж алла буга куда принимают детей от или из девятого класса или после 11 класс и вот читаем то есть алла буга из перспективной особой экономической зоны превратилась в деревню по сборке иранских дронов но как же вышло ведь дроны не собирается на автоматизированном конвейере понажать и крок и сплю кремля дроны которые впоследствии летят убивать людей собирают такие же люди они прикручивают боевую часть летальной разрабатывает планы производства делать презентации для начальства ситуация в аллабуге особенная тут основную роль в производстве дронов камикадзе играет студенты воды факт студент ран часто несовершеннолетние люди которые приехали в разрекламированный колледж или колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом лечь речь пойдет о колледже алла буга политех это именно тот куда прилетело и какой ужас детки пострадали жалко ли мне этих деток вообще нет но ни на грамм ни на секунду ни капли жалости нет вот такой ожесточайший гад паршив извините если можете дети я помню когда мы были студентами я тоже кстати учился в россии новочеркасском политехе политехе нас посылали там на практику мы работали бесплатно мы работали летом например там был такой завод семикаракурский концернный завод мы там выпускали томатную всяческие пасты томатный сок закатывал ся в банке и так далее абсолютно мирное производство сто процентов никакого военного мы там не собирали более того нам не платили мы должны были ехать на практику это называл ну понятно как это студент спиртудной математики получит полное образование если он не умеет собирать вернее заказывать томатный сок в трехлитровые банки когда я работал после университета были выезды инженеров уже инженеров помочь подшипному колхозу или совхоз я уже как-то рассказывал как мизеля собирали мотовилла теперь система изменилась студент нынче пошел коммерческий они хотят зарабатывать деньги они просто учиться и вот этот колледж в алабуге предложил такую такую возможность студентам им и дети согласились почему нет читаем эту же статью которые зачитал самое страшное описание к современного быта алабужских студентов здесь мы возвращаемся к основе теме нашей серии расследований по сборке боевых дронов ведь основную массу производства боевых бп ла планирует организовать их руками сейчас в политехе обучается порядка тысячи человек несколько сотен из них уже задействованы в сборке шахедов которые поставляют из ирана первую очередь утверждает источник идет речь от ребят ребятах от 15 до 17 лет поступивших в колледж после 9 класса школы теперь дети 15-17 лет это уже достаточно серьезные люди это уже можно сказать почти взрослые скажем хамас хамас таким людям уже дает оружие они идут убивать израильтян жалко ли мне хамасовских подростков которых убивают сегодня газе нет ни на грамм жалко ли мне подростков которые учатся в этом алабуга политех и пострадали пока пострадали но пока еще живы в этом алабуге политехе не жалко ни на секунду люди шли заработать это же не то что там раб обязан идти иначе его убьют эти люди идут сознательно работать на этом производстве говорят она еще и вредное производство потому что он используется какой-то гадкий ядовитый клей и что-то там к чему-то приклеивать они идут и они они знают что они собирают они знают что их сборный продукт полетит для того чтобы убивать людей дети 15 и 17 лет абсолютно в сознании и достаточно грамотны чтобы это понимать но они идут и собирают дроны и они знают что они собирают орудия убийства поэтому хочу обратиться ко всем студентам этого политеха в алабуге вам прилетела так вами надо и еще прилетит и имеет смысл вам покинуть это учебное заведение и перестать учиться там она найти может пойти куда-нибудь на программирование программистов тоже студентов берут и можно подзаработать не создавая оружие убийства ну еще один до конца кончат этот абзац читать и на куда закончим эту тему в первую очередь утверждает источник речь идет о ребятах от 15 до 17 лет поступивших колледж после девятого класса школы изначально выбор в пользу несовершеннолетних студентов делалось из-за того что совершеннолетние это как правило студенты последнего курса колледжа они уже были задействованы в других проектах занимались другими важными вещами и не было смысла их привлекать сейчас это уже не так например на проект по сборке шахетов сейчас перебрасываются все возможные силы какие-то производства останавливаются какие-то вовсе ликвидируют это все это все было написано не сни сейчас не по следам вот этой атаки это было написано в прошлом году прошлом лет эта статья соответственно это было написано я вам точно скажу 24 июля 23 года на сайте protocol.band не жалко мне их это не дети это убийцы и поменяйте свое отношение и готовьтесь к новым прилетам детки вот такая вещь вот такая вещь давайте посмотрим на ваши комментарии а вдруг вы что-нибудь полезное написали антон пишет дрон был собран в казахстане нет таких дронов еще которые летают на такие расстояния украина такое еще сделать не смогла там патроны сделать не могут не знаю это ваше мнение поэтому я использовал слово если александр меня предупреждает осторожно с осциллографом да по физике у меня было не очень я не шут неправильно сказал я так думаю что осциллограф это такое круглый зеленый экранчик на котором есть либо синуслоида либо какие-то точечки и одна из точечек может быть дроном я что-то не то сказал александр поправьте меня как я должен был называть это слово они вместо осциллографа владимир пишет новостях говорят что украина разрабатывает проекты что позволяет искать разных людишек и делать им бяку я это приветствую где таких преподавателей на фарш это владимир очень нервничает я понимаю я его понимаю короче же здрасте яков джу стар пишет питания 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 паны файна питания питанием а почему нервничает володя может быть потому что зеленский сегодня подписал подписал закон который снижает возраст призыва украинского украинских мужчин с 27 лет до 25 лет читаем что пишет bbc на эту тему читаем bbc президент украины владимир зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на два года 27 до 25 лет киев понел понес тяжелые потери на поле боя после двух лет войны в то время как россия получила значительное преимущество в живой силе надо кстати заметить что в новостях промелькнула такая тема что после после того как произошел теракт в крокус сити холли всплеск патриотизма в россии произошел и какое-то большое количество людей пошли записываться военкоматы добровольно на контракты в российскую армию вообще в российской армии набирает как они говорят тысячу человек в день подписывают на контракты в армии тысяч человек в день это значит 30 тысяч в месяц 30 тысяч месяц это 360 тысяч в год допустим я ошибся или разделим надо 180 тысяч новых контрактников это огромная цифра что сможет противопоставить украина я не знаю поэтому тот факт что зеленский таки подписал этот закон а в в думе он не в думе в радио верховной радио он появился в мая прошлого года его не подписывали там был тысячи поправок и зеленский тянул 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 ну вот подписал давайте еще дальше почитаем чуть-чуть пи беси что пишут этот шаг позволит украине призвать больше людей и для пополнения своих резервов после того как количество добровольцев сократилась декабре зеленский заявил что необходимо еще и 500 тысяч солдат буквально недавно кстати цирский сказал что не надо писать 500 тысяч солдат уже можно найти солдат которые были в тылу их можно перевести на передок как у вас говорится то есть может быть и не надо в этой статье опять говорится что надо дальше написано здесь что отдельно министр иностранных дел нато в брюсселе должны были рассмотреть планы создания пятилетнего фонда в размере 100 миллиардов евро для оказания долгосрочной военной поддержки украине но на вопрос правильно ли это цифра генеральный секрет нато енс толтенберг ответил что рамки еще не определены но союзники по нато согласились что украине нужно больше денег на многие годы по его словам россия давила на поле боя на украине и пыталась выиграть войну переждав на пока неясно пишет bbc что побудило президента зеленского утвердить закон о снижении призывного возраста хотя ранее он предупреждал о планах россии начать весенний лет наступление в этом году честно мне вообще много неясно что там происходит наверху в украине происходит что-то непонятное я смотрю одно интервью я смотрю другое интервью я смотрю интервью которая зеленский дает cbs у может быть я вам сейчас даже покажу какой-то кусочек что-то меня там привлекло в этом интервью я собирался вам показать но я уже не помню как говорится года уже не идти давайте сейчас попробуем еще раз мы его посмотрим он говорил в основном по украински но иногда переходил на английский наверное это должно быть здесь давайте попробуем послушаем людей платформы в украине для того чтобы у нас была работа где звук звук куда пошел звук пошел не туда надо сюда его поместить нет это не то это не то корреспондент спрашивает вот мы идут сидим с тобой ты до сих пор уверен что украина может забрать обратно территории которые захватили россияне включая крым помощью оружия спрашивает зеленский если вы у тебя корреспондент горит если у тебя было все орудия которое тебе надо ты смог бы достичь этой цели говорит корреспондент он говорит я считаю что нам это не понадобится если у нас будет достаточно оружия достаточно поддержки наших партнеров если все 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 торговля между россией и другими странами будет заблокирована это не только военные шаги говорит зеленский он решил выиграть это означает быть сильными экономически быть сильными на поле боя быть продолжать санкции и выиграть политически значит все то что он говорит по как по мне это набор слов он не знает что сказать и сейчас он перейдет вообще в такую область какую-то заоблачную я не знаю может быть какие-то препараты он использовал но я не понимаю что он хочет сказать то есть он говорит что не обязательно выиграть на поле боя послушаем дальше когда он потеряет говорит зеленский то что он захватил 22 года и он потеряет поддержку тех стран которые еще сомневаются я не понимаю люди я не понимаю что он говорит я понимаю слова но я не понимаю смысл он надеется что путин потеряет силу внутри своей страны и когда это произойдет он будет готов к диалогу он что мечтатель хохол зеленский я не понимаю он считает что вдруг так произойдет что зеленский скажет да я устал я ухожу как это сказал ельц или я слаб я чувствую что поддержка российского народа слабеет и он тогда скажет дачу бы мне с другом зеленским не поговорить и перенеси за стол переговор что он говорит зеленский возможно они не так понял но я не знаю как еще можно понимать то что он говорит он говорит как только он будет готов к диалогу естественно международные требования должны говорить о том что надо вернуть территорию то есть получается он говорит вроде бы как и сергей я могу у меня не укладывается тоже он говорит он говорит что типа особо ничего делать не надо но если запад перестанет если запада наложить сильные санкции перестанет торговать россией путин ослабеет он поймет что я стал слаб и надо наверное все таки договариваться и тогда он возьмет и уйдет из оккупированных территорий так понял я и меня это мягко говоря удивляет что пишут люди максим пишет яков никто не понимает что зеля говорит он фанатик причем уже с 1 апреля не избранный народом антон пишет зеля плохо кончат и новый дом который он там купил не спасет его антон пишет в путина мобилизованные получают пару тысяч долларов на подъемных плюс зарплата они сами идут так кстати женщины пишет максим врачи тоже военно обязаны и многие не стоят на учете интересно почему их не отлавливает на улицах как мужчин с фронтовых врачей тоже не хватает знаю из первых рук так anything else александр пишет латынина однажды сказала что на осциллографе задергались стрелки и это стало мемом но я не сказал об этом вообще то я же не латынина латынина же эксперт а я кто так окей дальше идем в эту же тему в эту же украинскую тему статья которая попалась мне на глаза ее написал юрий бутусов юрий бутусов судя по всему довольно уважаемый человек в украине он ведет сайт издание такое sensor.net он закончил институт международных отношений он был на самых верхах и был в правительстве в общем судя по всему ему верят то есть то что он говорит это не то что я говорю и вот выходит статья пару дней назад когда это было да первое число выходит статья где он юрий бутыл бутусов критикует то то что сказал главнокомандующий сырский александр сырский главнокомандующий украинскими силами тут значит если вы зайдете на этот сайт цензор . нет там будет видео где выступает даже сырский это главнокомандующий где он рассказывает о результатах работы вы помните вы же помните что залужного сняли поставили его и как я вам уже говорил что его скорее всего поставил Зеленский потому что ему нужен человек как любому автократу который согласен с ним который не не перечит и видно он нашел сырском такого человека и судя по докладу сырского если вы его послушаете он действительно докладывает что все прекрасно все хорошо прекрасная маркиза в багдаде все спокойно вот украина движется вперед а бутусов юрий бутусов как раз таки говорит что это все не так причем еще раз говорю он естественно стопроцентный патриот украинский бутусов он пишет много и его статьи читают естественно и военные читают и все это серьезный источник как мне кажется давайте прочитаем вот тут в этой статье он анализирует бутусов анализирует вот то что сказал сырский в этом интервью эта статья тут по логике должны быть переводы на украинский и на русский язык на этом сайте ну вот я попробовал на русский она все равно перевод на украинский ну я вам буду читать по русски чтобы больше людей поняли ибо для меня проблемы нет читать по украински а для вас может и есть итак а именно непосредственным поводом является интервью вот этой статьи первое большое интервью ну типа отчет фактичный отчет и стратегичное стратегическое видение которое сформулировал главнокомандующий вооруженных сил александр сырский он дал интервью изданию украин форум пройдемся по тезисам и сопоставим с теми фактами которые известны например скажем мне то есть имеется ввиду что касается ситуации на фронте и и те про которые и то про что можно говорить для того чтобы сопоставить понять насколько видение руководству вооруженных сил соответствует тому что есть на самом нуле это имеется ввиду передок это то что видят солдаты и то что видят волонтеры и то что видят журналисты для того чтобы возможно скорректировать какое-то видение или продолжить дискуссию или уточнить дискуссию или например сказать здесь абсолютно достоверные оценки это надо поддержать и нужно приветствовать что это есть для того чтобы у нас было такое общее видение я думаю что обязательно нужно сделать это нужно сделать но имеется ввиду такой анализ тем более что мне очень приятно что некоторые эфиры которые мы делаем руководство вооруженных сил смотрят и дают обратную связь очень приятно и мы это ценим у нас столько-то спонсоров канала спасибо итак первое он приводит цитату вероятно это прямая речь из сырского что сказал сырский мы не только стоим в обороне но и ежедневно на разных направлениях сами продвигаемся вперед имеется ввиду украинские войска последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях его территориальные добычи если они и есть то они имеют тактическое значение конец цитаты дальше пишет Бутусов итак друзья с этого начинается интервью с этой цитаты с этой оценки стратегической оперативной обстановки и поэтому понятно что мы должны уделить этому внимание потому что из этих первых слов в принципе задается тон видение всему другому что есть дальше в этом интервью мне трудно мне трудно лично сказать на каких основаниях было сделано это было сделано это заявление я не могу сказать что александр сырский не интересуется обстановкой но по данными всех источников за такими картами которые показывал censor.net их издания которые постоянно онлайн корректирует команда проекта deep state они достаточно точные дают карты по всеми данными противник продвигается вперед и захватил значительные территории россияне несколько сотен квадратных километров после нашего наступления захватили захватили полностью города Авдеевка марьин захвачен захвачен целый ряд сел прямо в тот день когда вышло интервью александра сырского россияне осуществили большую мощную атаку под Авдеевкой в районе Тоненького и там им удалось к сожалению тоже захватить примерно одно поле полностью захватить и продвинуться вперед с большими потерями наши воины сделали огромные затраты в людях у россиян и в технике тем не менее этот мясной штурм привел к тому что они отжали еще часть нашей земли я не могу сказать что я против позитивного настроя на войне но мне кажется что позитив должны говорить политики могут говорить общественные деятели позитивные оценки обстановки возможно они так видят даже если это не совсем соответствует действительности но когда говорит главнокомандующий ВСУ к сожалению я должен признать что это оценка это оценка я хочу чтобы мы еще раз посмотрели на эту цитату опять цитата вот этого сырского что мы не только стоим в обороне а каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед так вот он продолжает бутусов хочу сказать что количество возвращенных нами позиций что фраза количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных это фраза не соответствует действительности фраза что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях к сожалению тоже не отвечает действительности потому что враг продвигается мы не можем отбить эту территорию Не потому, что воины не хотят, генералы не хотят. У россиян объективно есть перевес в количестве живой силы. Они пополнение дают на фронт больше и значительно перевес в средствах поражения. Поэтому, к сожалению, невозможно. Это знает все, полностью вся армия. Это знают наши западные партнеры, потому что они мониторят тоже обстановку. Про это пишут все западные СМИ. Это написано даже на наших собственных онлайн-картах, на всех. И Дипсты, и другие наши проекты все. И исследователи это показывают. Зачем это говорить? Для кого? Возможно, аудитория этого интервью – это люди далекие, которые далекие от войны. А где же они находятся? Ну и так далее. Дальше читать не буду. Сам факт. Во-первых, снимаешь ляпу перед Бутусовым и перед, в принципе, перед украинским обществом, в котором не опасно такое говорить. Представьте себе Россию. Такое пытался сделать Пригожин. Как он кричал «Эй, Шейгу, давай оружие! Ты где? Что вы делаете?» Он уже не с нами. Не то, что я жалею об этом, но он давно в лучшем мире. Или в худшем для него, я не знаю. Стрелков Гиркин тоже пытался что-то сказать. Он в тюрьме. А видите, в Украине пока за это не садят. И Бутусов конкретно говорит, что он обманывает, что он рассказывает подслащенную картинку, которую он кладет на стол в папочке Путину. Видите, я оговорился, но это оговорка... Сейчас все говорят, это оговорка по Фрейду. Если кто-нибудь что-нибудь ляпнет, что-то не то, теперь... О, это оговорка по Фрейду. Ха-ха-ха. Нет, это не по Фрейду, но это оговорка. Хотел сказать, что Зеленский также любит папочку, в которой хорошая новость. И видно, Залужный ему такую папочку не клал. Или клал с новостями, которые были не очень хорошие, а Сырский очень хороший. И вот рассказывает, как на самом деле происходят дела на фронте. Вот такие истории. То есть, ситуация меняется. Я думаю, скоро Зеленский начнет делать новое выступление в пользу переговоров. Как он отменит или сделает вид, что этого указа не было, что он никогда не сядет за стол переговоров с Путиным. Может, он это как-то отменит. Как-то ласково, тихо оно уйдет. И все-таки, наверное, будут какие-то переговоры. Но какая-то сбивчивая вот эта речь Зеленского. Неправда, которая идет от главнокомандующего, не радует. Так. И читаем ваши комментарии. Джу Стар пишет. Вин обранный народом президент Украины. Не выдумайте, пока действует військовый стан, Зеля продолжит выполнять обязательные обязательные Конституции Украины, если ничего не станется. Окей. Сергей пишет. Убили не студентов, а производителей оружия. Согласен. Возраст их не имеет никакого значения. Даже если бы они использовали детский труд. Так. Антон пишет. А, это между собойчик. Нам не важно. Нам не важно. Между собойчик. Владимир пишет. По мнению знакомых военных, ситуация плохая. Нет оружия, мобилизация провалена. Но он сейчас займется более активно, наверное. Без мобилизации ничего не получится, Володя. Не получится. Их просто больше, россиян. И они идут тысячи человек в месяц, идет в Россию, в армию. То чудо не может произойти. Не может. Дэн пишет. Если выбирать, что важнее территории или соотношение убийств и смертей, то я бы выбрал второе. У Украины это соотношение очень хорошее. Дэн, вы давно из-за кока украинского? Если вы там не были, ваша фраза не имеет никакого веса и ценности. Бегемот пишет. Главная причина, за что знято залуженного. Нема стратегичного плана про ней, ни слова усырского. Бутусов молодец, однако маленько порохобой. Причем здесь это? Причем здесь это? Сконцентрируйтесь, фокусируйтесь на сути того, что говорит Бутусов. Какая разница, любит он Порошенко или нет? Не знаю. Не знаю. Ладно. Окей. Сколько у нас времени там? 20 минут есть сейчас. Надо решить, что вам сейчас выдать. Выдать ли то, что я хотел? Наверное, выдам то, что я хотел. Да. Одним словом. Сейчас перейдем к такой полу... Я называю эту часть полу-технической. Это не будет доклад для программистов, но это будет такое прикосновение к тому, что понимают разработчики веба, но вряд ли понимают люди, которые далеки от этой специальности. Это я говорю не в обиду, но просто вы понимаете то, чего мы не понимаем. Да, это связано с первым апреля. Не потому, что кто-то кого-то сейчас обманывает, а потому, что это было принято шутить. Было принято в компании Google. То есть, Сергей Брин и, как его, Ларри Пейдж, они очень любили этот праздник. И под 1 апреля всякие такие делали, как это называется, шуточки. Ну, например, там какой-то год Google мог опубликовать, что у них есть вакансии в компании для исследовательского центра Коперника на Луне. То есть, они набирают работу туда. Или что в следующем году компания Google планирует добавить новую функцию в поисковик, которая называется поцарапать и обнюхать. И вот, когда 20 лет назад, 20 лет назад, именно вот они, Пейдж и Брин, решили представить новый клиент для имейла, который сейчас все знают, называется Gmail. Подавляющее большинство всех людей, и вас тоже, имеют имейл именно в Gmail. Так вот, они сказали, что те, у кого имейл есть в этой системе гугловской Gmail, они получат бесплатное хранилище для своих имейлов на 1 гигабайт. Все просто обалдели и посчитали, что это на самом деле розыгрыш. Ну, не может же быть, это сейчас уже мы привыкли думать гигабайтами. А тогда никто не знал и считали, что это шутка такая первоапрельская. Объявление объявили как раз-таки 1 апреля 20 лет назад. Вот, и это звучало, что можно 13 тысяч имейлов хранить бесплатно. Тогда у конкурентов какого-нибудь Yahoo-мейла или Microsoft-овского мейла, такого и близко не было. А они такое дали. Они такое дали, и... То есть это типа в 200, в 300 раз было больше, а именно бесплатное хранилище, чем у конкурентов. Но это не было шуткой первоапрельской, это было правдой. И вообще, Gmail, вот этот Gmail, который мы все знаем и любим, или может быть не любим, но знаем. Сейчас я вам покажу, например. Вот, например, мой Gmail. Вот я открыл Gmail. И там, видите, есть какие-то имейлы, которые пришли там ко мне. Они делят на три категории, они довольно качественно отделяют спам. Но есть еще одна вещь, которая сделала вот этот Gmail-овский клиент абсолютно другим. Абсолютно не похожим ни на что. И здесь мне надо, наверное, чуть-чуть углубиться в техническую сторону дел. Как это все происходит на вебе. Есть, когда вы пишете http, двоеточие, слэш, слэш и какой-то сайт, www.soni.com, например. HTTP – это протокол. То есть, каким образом делается запрос куда-то туда, к серверу, и каким образом приходит обратно ответ. Браузеры все понимают этот протокол. И, соответственно, вы даете запрос, я хочу пойти на sony.com. Браузер знает, как этот запрос сформировать, отправить туда. А тот сайт, если сервера работают, как говорится, up and running, он вам вернет страницу, главную страницу этого сайта, sony.com, со всеми последними новинками, со всеми этими продуктами. И эта модель называется request-response. То есть, я даю запрос серверу, сервер получает запрос и выдает мне ответ. Тонна информации по этому протоколу http, который довольно-таки heavy, тяжелый. Тяжелый в смысле много байтов занимает. Байт, грубо говоря, это размер, чтобы хранить символ, скажем так. И ко мне пришло вот это огромное количество байтов. Ну, давайте возьмем какой-нибудь сайт, я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, например, вот этот сайт. Какой-то сайт TheHell, да? Если я нажму правой мышкой на этот сайт и скажу view page source, покажи мне, что там под этой страницей. У вас потемнеет в глазах. Вот это все вот с такими уголочками. Это так называемый markup language HTML. И посмотрите, какое количество всего. Тут есть и код, и программы, написанные на JavaScript. Они находятся, вот видите, скрипт. И дальше код написан на JavaScript. И код, а потом сам контент. Тексты, видите, вот это все, вот это тексты, которые пользователь видит. Нет, это не здесь эти тексты. Ну, вот тексты видят, например, подпишись, или отпишись, или апдейты, или другие вещи, ссылки. Видите, смотрите, какое количество. Это маленькая страничка. Ну, может, она не очень и маленькая, но смотрите, сколько там всего было. Там и текст, и код, и все остальное. Теперь, допустим, допустим, мы захотим нажать на какую-то ссылочку отсюда. На какую-нибудь, там сюда, допустим, или сюда. Пойдет новый запрос туда, к серверу, и он вернет опять уже новую страницу, плюс там еще будут заголовки специальные, то, что не видит пользователь. И оно ему придет обратно. И эта модель называется request-response. И все вот эти имейловые клиенты имели такую модель. Я, может быть, вам даже поставлю один известный докладчик, лет шесть назад где-то там выступал, и как раз он показывал про эту модель. Докладчик вот он внизу, не будем называть его имя. Что говорит докладчик? Уважаемый докладчик. Он говорит, что эта модель, это half-duplex, полудуплексная модель. Это как узкий мост через речку, который идет. По которому могут идти машины либо туда, либо назад, но по очереди. Я даю тебе запрос через коннекцию, а обратно получаю ответ. Слишком большой overhead для некоторых предложений. Это я рассказывал про другую технологию, которая называется WebSocket, где уже не узкий мост, не его, а не narrow bridge, как говорится, а одновременно могут и туда бежать данные, и обратно бежать данные. Вот такая тема. Но я не буду сейчас в это заходить далеко, естественно. А мы вернемся на наш клиент, и применяется или не применяется эта технология WebSocket, или там можно по-другому. Agix есть технология. Но фишка в чем? Когда они сделали этот имейл, когда они сделали этот имейл, имел клиент на Гугле, они поменяли ситуацию. Они сделали так, что не надо отправлять на каждый чих запрос и делать рефреш, освежение всей страницы в этом имейле, а только кусочек странички будет освежен. Например, если бы мы сейчас смотрели на этот экран, и мне вдруг пришел бы новый имейл, то я бы просто увидел бы, что новая строчка здесь появилась, еще одна сверху. Но вся страница не отправлялась бы туда, и обратно не шла бы. И overhead был маленький, и под этой страницей, если мы начнем сюда смотреть, ну, я не знаю, куда мы будем смотреть, ну, короче, мы там увидим немного или много. Нет, это что-то не то я сделал. Не то я сделал. Надо было right-click, view page source, посмотреть код страницы. Это код на JavaScript, например, здесь видите, то есть становится больше кода на JavaScript, но меньше HTML. Дальше. Вся страница не делается освежение всей страницы. Делаются маленькие запросики, только на то, чтобы получить маленький кусочек, часть страниц. И мы стали тогда говорить о том, что существует такая тема, как веб-приложение. То есть есть веб-пейдж, страничка вебовская, а есть веб-приложение. И ввели новый термин, который называется Single Page Application. SBA. Single Page Application. Приложение, которое находится в одной странице, как бы. В чем в этом, в чем фишка? Фишка в том, что вы даже не замечаете этого, но вы зайдете на сайт, который сделан по такой технологии, вы нажимаете на какие-то ссылочки, имейлы, и вы понимаете, что мгновенная реакция, не делается перерисовка всей страницы, а вы быстренько получаете только ту одну вещь, которая вам нужна. Или, скажем, если взять, например, на этот экран, взять этот экран. Вот слева есть меню. Слева есть меню. Оно практически не меняется. Может быть, только вот счетчики по количеству будут меняться. А так оно все время стоит. Что его делать освежать? Что перерисовывать экран? Когда можно, если пришел новый имейл, только в одном месте, точечно, одну строчечку добавить, и все. Вставьте себе, какая экономия идет, вместо того, чтобы всю вот эту страницу отправить туда-назад на сервер и вернуть назад-насюда. То есть, появились так называемые Single Page Applications. То есть, когда вы заходите на сайт, вы не будучи программистом, вам трудно сказать, это приложение Single Page или это обыкновенный веб-сайт, веб-страница. Но интуитивно вы увидите, если сайт громоздкий, если постоянно он освежает вам то, что показывается здесь, всю картинку, это, скорее всего, просто веб-пейдж. А если сайт живенький, быстренький, и резвенько так вам отвечает, то это, скорее всего, веб-приложение. Ну, вот это то, что я вам хотел сказать. Это было связано тогда с 1 апреля, но прошло пару дней, я решил вдогонку вам все-таки это показать. Окей, что вы тут пишете? Что вы тут пишете? Вы продолжаете спорить, на какие темы? На тему Зеленского. Антон пишет, у меня был Gmail по инвайту, да. Вначале, когда выходят такие приложения, они не дают всем, а надо по приглашению только. Александр пишет, добрый день, Якова, добрый день, Александры. Так, что еще? Я не знаю, что еще, интересно, Иван Иванов пишет, Яков, какое у вас мнение о Юрии Дашевском, Стиве Дуднике, Гарри, Юрии Табахе и других открытых Jewish Origin, Trumpistых из США? У меня нет особого мнения. Ни хорошего, ни плохого. Как я уже сказал, каждый человек, у которого есть деньги для того, чтобы купить микрофон и хватает skills для того, чтобы иметь канал на YouTube, он может это делать и этим заниматься. То, о чем они говорят, это их личное дело. Их слушают, у них есть аудитория, естественно, и все, все, что я могу их сказать. То есть, я людей, которых вы перечислили, не слушаю. Я иногда слушаю Гарри и Юрия Табаха, если есть какой-то инфоповод, потому как он все-таки служил в американской армии. Остальных мне не очень интересно слушать. Еще раз говорю, я, не дай бог, не хочу сказать ничего плохого про этих людей, у них есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Для этого я создал этот канал, и я о нем свое мнение вам и выдаю. Они выдают свое на своих каналах. Вот и все. Поэтому, никакой критики от меня вы не дождетесь этих каналов. Так, что еще? Макси пишет, я, вот сразу видно, что иногда руки таки чешутся написать пару строк кода. У вас прямо сейчас есть IDE на компе? Есть. У меня на компе есть IDE, IntelliJ IDEA конкретно стоит. Да. Есть. Оки-доки. Что у нас со временем? Со временем уже похоже. Йок. Времени уже, похоже, не хватает. Я вам хотел еще рассказать про убийство этого генерала, конечно. Ну, давайте, может быть, все-таки скажу. Израильтяне сделали две вещи. Одну вещь они сделали нехорошую. Они разбомбили машину. Они разбомбили машину организации, которая называется World Central Kitchen. World Central Kitchen. Это организация, это не за профитом, как это называется, не за доходом, я забываю это слово. Ну, короче, организация благотворительная, они кормят людей в зонах бедствия. Я лично отправлял им регулярно в прошлом году, в 22-м году отправлял им деньги, потому что они делают всяческие кухни, мобильные. Они кормили людей в Украине, в частности. Они готовили еду, раздавали бесплатно. И я им, соответственно, посылал. Не только я, многие люди посылают. Потом, когда началась вот эта ситуация после резни, которую устроили хамасовцы 7 октября, я читаю, что этот World Central Kitchen, они стали, развернулись в Газе и стали кормить людей в Газе. После этого я прекратил им посылать деньги вообще. Вы скажете, как? Вы же разве не знаете, что в Газе гуманитарная катастрофа и что плохого, что World Central Kitchen кормит людей в Газе. Я понимаю, что в Газе тяжелая обстановка, нечего кушать людям, но там такое общество, что хамасовцы перемешаны очень глубоко и сильно с гражданским населением. И люди, которые получают бесплатную еду от организации World Central Kitchen, я думаю, что процентов 30, может быть, 40 из них хамасовцы. У меня не поднимается рука. отправлять деньги в организацию, часть которых пойдет на то, чтобы кормить хамасовцев, которые потом будут убивать израильтян. Я не могу этого делать. Извиняйте. Что, конечно, не оправдывает то, что сотворили израильтяне. Израильтяне с самолетов разбомбили машину и погибло там 7 человек. 7 работников этой организации World Central Kitchen. Причем, по-моему, большинство из них это вообще люди приехали с разных стран чтобы работать, чтобы помогать с благой целью и так далее. Естественно, после этого Израиля стали предъявлять и спрашивать, что произошло, как это могло быть, вы ли это разбомбили. Они провели быстрое расследование и признались израильтяне. Да, это они. Они сказали, что произошла там роковая ошибка при идентификации машины неправильно идентифицировали и они разбомбили не ту машину, которую они собирались. Несомненно, это военное преступление. Я не знаю, как это будет происходить дальше, какие выводы сделают израильтяне, кого они накажут, но будем поглядывать и смотреть. но это реально военное преступление, по-моему. По моей... Можно сказать, что это ошибка, можно сказать, что это ошибка, но это преступление. То, что сделали израильтяне. И должны быть какие-то последствия у этого. У нас мало времени, я не успел вам рассказать про вторую бомбежку, успешную, когда погибло пару генералов иранских. Буквально позавчера израильтяне сделали. Я думаю, что я уже об этом буду говорить завтра. Завтра. А пока... А пока... А вот мне напоминает... Дмитро говорит, чтобы я вам напомнил, чтобы я сказал, какой у меня гриль. Гриль у меня называется Canyon G2. K-E-N-Y-O-N. Второе слово G2. Электрический гриль. Все, люди, будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома за хаты. Пока. Субтитры субтитры субтитры